Каждый, кто посмотрит на это здание, которое находится в селе Белорук Ноукатского района, поймёт, что это обычный жилой дом. Однако, войдя внутрь, можно сразу понять, что здание используют не по назначению, а в качестве детского садика. Несмотря на то, что это место не назовёшь учреждением дошкольного образования, функции детского садика он более-менее выполняет. Вон там внизу находится вполне приличный детский сад Тамерлан Алым, но до него нам очень далеко. В этом районе очень много маленьких детей. Из-за того, что простой народ отчаянно просил нас об этом, мы попросили хозяев этого дома на временное использование. Они согласились на благотворительной основе, и мы превратили его в садик. Народ собрал деньги на ремонт и практически своими руками превратил дом в детский сад. Детский сад начал работать в октябре 2017 года. Всего есть две группы, каждая из которых насчитывает от 25 до 50 детей. В этом доме детям создано условия только для дневного сна, в то время как для игры и познавательных уроков для детей места в этом саду катастрофически не хватает. В этом саду нет условий для питания. Для приготовления еды детям используют старую кухонную утварь, которая не соответствует технике безопасности. Жители села также обеспокоены тем, что их дети не могут получить достойное, пусть и дошкольное, образование. Конечно, мы хотим, чтобы наши дети ходили в один из передовых садиков. Вообще, должны же быть хоть какие-то условия, но в этом саду просто никаких удобств. Но и не отдать мы не можем. Почти каждая семья водит в этот сад одного, а то трех детей. Я вот своего младшего отдавала тоже, но он постоянно болеет, поэтому я перестала его водить туда. Вероятность того, что ребёнок может подхватить какое-либо заболевание в детском саду, очень большая. Только для того, чтобы справить свою нужду, ребёнок вынужден в лёгкой одежде выйти на улицу, так как внутри нет оборудованной уборной. Для того, чтобы дать детям, посещающим этот сад, хоть какое-то образование, определён штат воспитателей и педагогов. Мы несколько раз направляли официальное письмо правительству страны, в результате чего рядом с мечетью было выделено место для садика, которое скоро будет передано для использования. Однако, по словам Тагаевой, будет трудно поместить всех детей села в новый детский сад. Не могу сказать точно насчёт количества детей, но примерно три группы возможно открыть. Это где-то примерно 60 мест. Даже при открытии нового детского садика в нём возможно будет обучение только для определённого количества детей. Отметим, что во всём Нокатском районе есть 85 учреждений дошкольного образования. 78 из них государственные, 5 общественные и 2 садика являются частными. Мерим Кубанчпек, Бек Назар Абракасынов, Джисуте Кошматулу, Новости Ошпери.